Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время Первой мировой войны его отправили сражаться во Францию в составе русской бригады. Правнучка солдата Федора Мамонтова, Мари, приехала в Самару, где формировался пехотный полк, чтобы узнать историю своего предка. Подробности в эксклюзивном репортаже Самары ГИС. Дожди вместо теплого осеннего солнца. Ждать ли самарцам бабье лето в этом году? За сутки в Самарском регионе зафиксировали 531 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии – 100 629 человек. Такие данные в среду 22 сентября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 282 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписались 83 326 пациентов. В России за сутки выявили 19 706 новых случаев коронавируса. Лидер по количеству подтвержденных диагнозов – Москва. В столице около 2000 новых заболевших. Далее идут Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области. Ситуация в регионе с распространением коронавируса остается напряженной. Об этом заявил на заседании оперштаба губернатор Дмитрий Азаров. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Звучали предложения не пускать детей на фудкорты без сопровождения взрослых, перевести их на дистанционку и ограничить посещение культурно-массовых праздников. Какие решения были приняты, а с какими решили не торопиться – в нашем сюжете. Один из главных вопросов повестки оперштаба – ограничительные меры для снижения темпов заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю отмечается ее рост в разных возрастных группах. Сегодня в регионе 23 медучреждения принимают пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Организовано 4811 коек, еще 567 мест зарезервировано. При необходимости они будут развернуты в любой момент. Сейчас лечение проходит более 4,5 тысяч жителей региона, из которых больше половины находятся в средне-тяжелом состоянии на кислородной поддержке. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, расход кислорода за день составляет около 60 тонн. Это примерно столько же, что и в ноябре прошлого года, когда был пик заболеваемости. Порядка 12 тысяч человек лечатся амбулаторно. Министр здравоохранения предложил приостановить консультации узких специалистов и плановой госпитализации. Просим постановлением внести пункт о приостановлении, не ограничении, а именно о приостановлении объемов плановой медицинской помощи и консультации узких специалистов для высвобождения их, соответственно, работы с пациентом с новой коронавирусной инфекцией. При этом наиболее социально значимые – это онкология, сердечно-сосудистые заболевания и высокие медицинские технологии будут сохранены и выполняться в прежних темпах и объемах. Инициатива руководителя Минздрава была поддержана. Кроме того, решением у оперштаба будет ограничена деятельность ресторанов, кафе и других пунктов общественного питания. С 9 вечера до 6 утра им будет разрешено работать при условии заполняемости залов не более 50%. Также запрещается нахождение несовершеннолетних детей в торговых центрах и фудкортах без сопровождения взрослых. Давайте пока на торговых и фудкортах остановимся. Ограничения. Через неделю тогда от Минкульта отдельный доклад вместе с Минобором отработает ситуацию коллеги. Но понятно, что сейчас тяжело это будет решение принимать, поскольку пушкинская карта широко пошла, и мы тут же ограничиваем. Надо найти другие варианты. Участники штаба также решили ужесточить контроль за действующими ограничениями, соблюдением масочного режима и социальной дистанции. На сегодняшний день на территории области более 280 тысяч жителей еще не привиты. Это самая зона особого внимания наша, поскольку заболевают они чаще и болеют тяжелее. Поэтому в первую очередь и в регионе есть все ресурсы сейчас для того, чтобы их как можно скорее всех привить от новой коронавирусной инфекции, а потом через месяц привить от гриппа. Отдельно внимание было уделено вакцинации против гриппа. На сегодняшний день в регион поступило 563 тысячи 150 доз. Уже привито более 100 тысяч человек. Мэри Елчан, Виктория Шарая, События. Пороговый уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в 60 регионах России. Интенсивный рост заболеваемости коронавирусом идет в 36 регионах, хотя на прошлой неделе его фиксировали только в 11. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главного санитарного врача, во второй декаде сентября многие вирусные заболевания, такие как ОРВИ и ковид, дают рост. Попова призвала подготовить все системы, задействованные в обеспечении противоэпидемических мероприятий для борьбы с болезнью. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что в стране начались доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса. Министр напомнил, что сейчас рекомендуемый интервал между вакцинацией от коронавируса и гриппа составляет один месяц. Почти 40 миллионов взрослых жителей России прошли двухкомпонентную вакцинацию от коронавирусной инфекции. В стране фиксируется достаточно высокое количество граждан с иммунитетом COVID-19, что свидетельствует о движении к необходимым показателям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Разработчики российских препаратов в настоящий момент трудятся над тем, чтобы вакцины оставались актуальными в борьбе с новыми штаммами вируса. В Самарской области продолжается вакцинация в лидерах Камышлинский район. Там сделали прививку от COVID-19 более 90% населения. О том, как удалось вывести прививочную кампанию на такой высокий уровень, расскажет Никита Колосов. Жительница Камышлинского муниципального района Алсу Зайнакова переболела COVID-19 полгода назад. Совсем недавно решила сделать тест на антитела. Когда увидела отрицательный результат, записалась на прививку. Чтобы защищить себя, детей, своих близких, прививаться надо обязательно, чтобы никого не заразить. В Самарской области больше миллиона человек сделали прививку от коронавирусной инфекции. Это более 54% от общего числа жителей, что выше среднероссийского показателя. В Камышлинском районе вакцинировались более 90% жителей. Из них около 80% – это люди старше 65 лет. Для удобства наших жителей организована работа двух прививочных кабинетов. Один кабинет прививочной в поликлинике в рабочее время принимает пациентов, второй кабинет в приемном отделении круглосуточный. Особенно медики советуют привиться людям старше 60 лет, так как они находятся в группе повышенного риска. Ну а тем, кто уже вакцинировался, через месяц следует сделать прививку от гриппа, чтобы повысить защиту своего организма и не подвергнуть опасности здоровью близких. Сделать прививку можно в любое удобное время. Записаться на процедуру можно в регистраторе поликлиники, по телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Работают и круглосуточные пункты вакцинации. Никита Колосов, События. В Самаре ведется регулярный контроль за соблюдением антикоррупционных мер во всех департаментах администрации города. Заседание комиссии по противодействию коррупции прошло в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Слово мэри Елчан. В департаменте культуры администрации Самары, как и в других ведомствах, проходят мероприятия по противодействию коррупции. Работа ведется по 16 направлениям. За истекший период к нам поступило 11 уведомлений от руководителей муниципальных учреждений городского округа Самары в возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Одно уведомление, связанное с намерением выполнять иную оплачиваемую работу. И письмо одно поступившее от работодателей и лиц, уволенных из муниципальной службы. Заседание комиссии по противодействию коррупции прошло под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Власти на постоянной основе проводят служебные проверки при поступлении информации коррупционного характера от правоохранительных органов или обращений граждан. Отдельное внимание уделяется анализу сведений о доходах, представленных лицами, занимающими муниципальные должности. Некоторые работники допускают нарушения по невнимательности или незнанию требований отчетности. Нужно очень сильно работу углубить по разъяснению порядка составления справок о доходах и обязательствах имущественного характера, поскольку мы прекрасно сознаем, что любое нарушение в этой части является недопустимым. И должно влечься в самые суровые последствия для нарушителей. На заседании определили основные направления работы по противодействию коррупции. По результатам заседания будет подготовлен протокол с конкретными поручениями в адрес органов местного самоуправления для совершенствования реализуемой антикоррупционной работы. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении Николая Плаксина министром строительства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя. Ранее кандидатуру согласовали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. До этого назначение Плаксин в течение пяти лет возглавлял Московское АО «Волго-Трансстрой-Метро». За это время возвели станции Московское, Российское и Алабинское Самарского метрополитена. Напомню, кресло министра строительства стало вакантным весной этого года, когда его покинул Евгений Чудаев. Вслед за ним ушел в отставку главный архитектор и первый замминистра Анатолий Баранников. В июне подал в отставку и в Рио главы ведомства Сергей Печушкин. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Производители макаронных изделий заявляют о повышении цен. С чем это связано? С дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы. Но об этом после новостей об индексации пенсий. Страховые пенсии в 2022 году проиндексируют почти на 6%. Об этом рассказал министр труда России Антон Котяков. Таким образом, в следующем году неработающие пенсионеры будут получать в среднем 18 521 рубль в месяц. В 2023 году 19 477 рублей, а в 2024 году 20 469 рублей. Сейчас средний размер пенсии составляет 16 789 рублей. Кроме того, с 1 апреля 2022 года проиндексируют и социальные пенсии на 7,7%. Напомню, что их получают граждане, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии. Лицам, у которых пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, назначается доплата. Раздел «Социальная политика» является самым затратным в федеральном бюджете на протяжении последних шести лет. В текущем году на него уже истратили свыше трех с половиной триллионов рублей. На весь год было предусмотрено более шести триллионов. Об этом говорится в сообщении счетной палаты. Раздел включает расходы на пенсии, соцобеспечение, население, охрану, семье и детство. Соцполитика остается наиболее затратной, а объем средств по ней неуклонно увеличивается. Например, в 2016 году потратили на полтора триллиона меньше. На втором месте по уровню расходов раздел бюджета «Национальная экономика». За семь месяцев текущего года по нему истратили 1 триллион 700 миллиардов рублей. На третьем месте общегосударственные вопросы, куда входят в частности финансирование органов власти, судебной системы, выборов, а также резервные фонды президента и правительства. Производители макаронных изделий в России столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы. Это может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции. Производители говорят, что цена на пшеницу твердых сортов на протяжении 8 месяцев до недавнего времени держалась на уровне 28 тысяч рублей за тонну. При этом в последние полторы-две недели вышла на уровень 38 тысяч рублей. Россияне скопили на счетах рекордный объем валюты. По итогам августа показатель достиг 36 миллиардов долларов. И это следует из анализа, проведенного на основе данных Центробанка. Клиенты банков за месяц увеличили объем валютных средств на счетах на 2,2%, что соответствует средним темпам роста за предыдущие 7 месяцев. Тем не менее, объем средств россиян в иностранной валюте пока не смог вернуться к допандемийному уровню. Ну а теперь о курсах валют. Официальный курс доллара 72,88 рубля, евро 85,49 рубля, нефть марки Brent 75,38 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Тепло в Самаре дали не только в жилые дома и соцучреждения. Ездить с комфортом теперь можно и в общественном транспорте. Муниципальные предприятия постепенно готовят автобусы, троллейбусы и трамваи к зиме. Какие работы проводят механики и электрики с подвижным составом, расскажет Сергей Кизоркин. На подготовку одного автобуса к зиме у электрика Вячеслава Исаева уходит в среднем до полутора часов. За это время он проводит техобслуживание всей электросистемы, дополнительно проверяет работу печек в пассажирском салоне и у водителя. При необходимости меняет изношенные детали на новые. Сами моторчики, отопители. Ну, бывает проводка, реле, как обычно. Душ вкладываем, да. Тем более электрооборудование, бывают такие поломки, что не сразу найдешь. Приходится повозиться. В транспортном предприятии работа кипит круглые сутки, ведь оно обслуживает муниципальные автобусные маршруты. Механики меняют масло и другие жидкости, а также изношенные детали. Контроль качества происходит на каждом этапе. Мы ориентированы, конечно же, на удобство наших пассажиров, поэтому все всегда делаем заранее. Проверяются все двери, окна, чтобы были на них утеплители, чтобы нигде не было никаких сквозняков, людей в салоне не продувало. Также проверяется работа отопительной системы, чтобы не было никаких неисправностей и неполадок в системе отопления, чтобы в салоне печка работала как полагается, плюс подготовка к переходу на зимное топливо тех автобусов, которые работают на дизеле. На предприятии заранее купили зимнее топливо. Оно позволяет работать автобусом бесперебойно даже при 40-градусном морозе. Контракты все заключены с поставщиками. Мы работаем уже давно с проверенными компаниями. Для того, чтобы наши пассажиры себя чувствовали комфортно, в безопасности и ощущали комфортную, теплую атмосферу в транспорте, мы заблаговременно начали готовить свой подвижной состав к зимнему периоду. А пока не грянули морозы, печки и другие системы тестируют в нынешних условиях при плюс 12. Проверку пройдут более 450 автобусов. И во всех должно работать отопление. Перевозчик отмечает, пока жалоб на горячую линию предприятий и через социальные сети не поступало. Сейчас часть автобусов уже выходит в рейс с теплым салоном. Это касается как городских маршрутов, так и дачных. Они будут курсировать до конца октября. Кроме этого, кондукторам выдают дополнительные батарейки для терминалов. Их ставят вместо разрядившихся. Обилищивание продолжается. Автобус остается на линии. Значит, движение общественного транспорта будет стабильным и регулярным с теплыми салонами. Пассажиры сразу оценили заботу о себе. Да, да, тепло, работает печка. Все нормально. Заботиться не только о комфорте пассажиров, но и о безопасности и гигиене. Круглосуточно продолжают трудиться мобильные бригады, занимающиеся санитарным содержанием муниципального транспорта. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Уже четверть века Мария Белегу-Мамонтов, правнучка русского солдата Федора Мамонтова, ищет родных. Ее прадед попал во Францию во времена Первой мировой войны. Обратно в Россию уже не вернулся. Таких, как он, русских солдат было 40 тысяч. Кто-то героически погиб, другие начали новую жизнь во Франции. Мария создала патриотическое движение, где она и родственники других солдат собирают по крупицам информацию о своих предках и делятся ей со всем миром. Гостья из Франции дала эксклюзивное интервью для телеканала «Самара Гиз». С ней беседовала Мария Левина. Она приехала в Россию, чтобы из миллионов людей найти своих родных и близких. Уроженка Франции Мария Белегу-Мамонтов, правнучка русского военнослужащего Федора Мамонтова. В 1916 году, когда прадед был отправлен сражаться во Францию в составе Первой русской бригады, в России у него осталась семья. Тогда он еще не знал, что больше никогда не увидит ни своей родины, ни близких. С 1995 года Мария ведет свое собственное расследование по всему миру, чтобы найти ответы на вопросы, которых с каждым годом не становится меньше. Это очень сильная эмоция для меня. Конечно, побывать на родине, в той стране, где мой дед вместе с другими солдатами экспедиционного корпуса 14-16 годов ушли на поля сражений во Францию. Их было 40 тысяч. Одним из них был мой дед. Конечно, сейчас оказаться в этой стране, откуда все эти люди ушли воевать, и некоторые из них героически погибли, а кто-то остался во Франции на всю жизнь. Конечно, это очень большая эмоция сейчас. Меня здесь очень хорошо встречают. 40 тысяч солдат, распределенные по четырем специальным русским пехотным бригадам, были отправлены Николаем II во Францию в обмен на поставку оружия, в том числе военнослужащие из Самары. Возмущенная несправедливым исчезновением информации о подвиге русских солдат со страниц учебников, Мария решила создать ассоциацию потомков участников экспедиционного корпуса «Мишка-1618», а также сайт с документами об их заслугах. Считается, что 100 лет – это время, за которое нужно уже что-то забыть. Но в нашем случае это время, чтобы что-то вспомнить. Потому что те люди, которые остались во Франции после Первой мировой войны, русские, они прожили всю свою жизнь в полной тишине. Они никогда не делились тем, кто они, откуда. Почему оказались во Франции, как складывалась судьба их семей, оставшихся на родине. Они ничего не знали об этом, и никто из новых французских родственников не знал ничего, откуда они есть, как жили до этого, как стали воевать. Все это была большая тайна. Сейчас мы очень рады, что открываются новые возможности, чтобы предъявить миру подробности и найти связи семейные и родственные в России. Ради тебя, Федор, ради тебя, Василий, Петр, Сергей, Жорж, Степан, Владимир и всех русских солдат, приехавших воевать за Францию, мы должны не допустить забвения вашей жертвы. А продолжать выражать вам постоянную благодарность и почтение. Девиз Марии и родственников других солдат экспедиционного корпуса. Они продолжают собирать биографии защитников Отечества и доказывать, что память о подвигах предков будет жить вечно. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. 22 сентября – день осеннего равноденствия. Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария небесной сферы в южные. Этот момент уравнивает продолжительность дня и ночи на всей земле. В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета. И по народному поверью, какая погода будет в этот день, такой будет и вся осень. Еще народные приметы гласят – чем сентябрь суше и теплее, тем лучше будет осень. Тем позднее наступит настоящая зима. Однако в Самарской области до конца этой недели синоптики обещают дождливую погоду. Резкое похолодание в Самаре дополнили дожди. По данным синоптиков, погода обусловлена воздействием воздушных масс, которые пришли к нам с Черноморского побережья. Днем в городе столбик термометра не поднимается выше 15 градусов. Стоит ли рассчитывать на наступление бабьего лета, узнали наши корреспонденты. Как писал классик, унылая пора, а чье очарование. После длительной, фактически четырехмесячной устойчивой жары, резкое похолодание в Самаре уже в середине сентября воспринимается как коварство самой природы. Обычно именно в это время наступает бабье лето. Но в этот раз что-то явно пошло не по плану. Вместо теплого солнца – затяжные дожди. До конца сентября бабьего лета не ожидается. С районов Черного моря начнет поступать более теплая и влажная воздушная масса. И при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области ожидаются дожди различной интенсивности. К концу рабочей недели влияние южного циклона начнет ослабевать, и интенсивность осадков уменьшится. В ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах от 5 до 10 градусов. Днем не выше плюс 17. Так в этом году распределились воздушные массы, объясняют синоптики. Чтобы наступило бабье лето, нужен приход азорского антициклона. Он формируется в районе Атлантики и доходит до Самары примерно к середине сентября. Но на этот раз либо задерживается, либо проходит мимо. Насколько аномально для России сначала жаркое, длительное и пожароопасное лето, а теперь резко холодное сентябрь, объясняют экологи. Изменение климата происходит, но происходит относительно небыстро. То есть простой человек, не обладая статистической информацией, заметить этого пока не может. 2021 год был менее жарким, чем 2010. В нем было большее количество осадков. Он не квалифицировался как засуха, даже как какие-то экстремальные погодные явления. Ну, просто эмоционально людям показалось, что жара пришлась на август. Так распределилась температура всего года, говорят эксперты. К тому же жителям по Волжье с погодой и максимально повезло. Ведь в центральной части России летом были и ливни, и холод, и даже ураганы, а в южные потопы. В Москве, кстати, фиксируют самый холодный сентябрь чуть ли не за сто лет. А для Самары установившаяся температура воздуха является вполне стандартной. Светлана Кудрявцева, Гульфей Асафина, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События. В последние 10 лет октябрь в Самаре был не очень дождливым. Домы осадки выпадали в среднем 8 дней за месяц. Поэтому показателю город занимает 12 место среди российских миллионников. Это выяснили аналитики Яндекс.Погоды, проанализировав данные в разных российских городах. Чаще всего дожди были в Перми примерно 13 дней за месяц. Стереотипно дождливый Санкт-Петербург на четвертом месте. Правда, Екатеринбург и Новосибирск опередили его совсем немного. Реже всего дождь фиксировали в Волгограде и Ростове-на-Дону. В последние 10 лет дождливым там были в среднем 5-6 дней октября. При этом в Ростове за эти 6 дней на город выпадало почти столько же воды, сколько на Санкт-Петербург за 11 дней. Если пересчитать общее количество осадков на число дождливых дней, получится, что средний ростовский дождь на 70% сильнее среднего по городам-миллионникам. В Самаре дожди не очень интенсивные. За октябрь выпадает примерно 49 миллиметров осадков, что близко к среднему показателю. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самаргиз, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok